О таких, как специалист ультразвуковой диагностики Ирина Байрашевская, пациенты обычно говорят «врач от Бога». Без малого 40 лет преданной службе медицинскому делу, большая часть которой прошла в Ульяновской областной клинической больнице. Посвятить свою жизнь спасению людей женщина решила ещё в детстве. Тогда мама Ирины Герольдовны часто болела. От этого зародилось сильное желание оберегать здоровье людей от всех недугов. А после долгие годы учёбы, почётный статус заведующей отделением, прорывы в обследовании, обучении нового поколения. Сейчас бремя ответственности руководящей должности спал из плеч доктора. Всё время уходит на приём больных. Вы знаете, я сейчас отдыхаю. Работа с больными – это отдых, честное слово. Мне так нравится работать с больными и только с больными. И не дёргаться по каждому этому самому звонку куда-то, что я сейчас отдыхаю, я смотрю больных. И вот тут, мне кажется, я приношу гораздо больше пользы, чем тогда, когда я была заведующей. Пациентов, которые приходят на диагностику, к Ирине Герольдовне не перечесть. Очередь выстраивается с самого утра. Причина – зоркий глаз и огромный профессионализм. Эти качества, наряду с приверженностью своему делу, стали решающими для экспертов Медицинской палаты Ульяновской области при определении победителя профессионального конкурса. Ирина Байрашевская признана «Врачом года». Определён победителем номинации «Лучший специалист года с младшим медицинским образованием». Заслуги наших докторов, медсестёр и нянечек, которых сейчас осталось не так много, у нас все стали уборщицами, потому что веяние времени такое. Должны знать о них люди, что они лучшие, что они на самом деле отдают всё своё здоровье, душу, сердце на благо жителей нашего региона. Заслуженную награду 100 тысяч рублей победительница конкурса вручила глава регионального Минздрава. Врач Байрашевская уже решила, куда потратить деньги, направит выигрыш бойцам в зону СВО. После торжественной части специалисты подвели итоги работы Медицинской палаты за уходящий год и обозначили цели на год грядущий. «Это вопросы общественного здоровья, вопросы формирования правильной рациональной системы профилактики, ранней диагностики заболеваний как основных курсоров для последующего сохранения жизни и, соответственно, повышения уровня средней продолжительности жизни в регионе». Достичь желаемого помогает нацпроект здравоохранения. Благодаря федеральной поддержке открылась возможность модернизировать поликлиники, и покупать современное оборудование для обследований.